День города и района Миграция большая, наша задача, чтобы много людей из этой части города перешли на стадион Метаург На Москве реке, рядом с деревней Дроздова прошел профилактический рейд Обязательно судно должно быть или лодка, или комплектованная с этими спасательными средствами, жилеты Люди обязательно должны находиться в жилетах Несколько лет назад на улице Старой Нагорной были установлены два лежачих полицейских С тех пор в часы пик на ней неизменно происходит затор Можно ли демонтировать дорожные объекты, мешающие равномерному движению транспорта И есть ли им какая-то альтернатива, выяснял наш корреспондент Максим Козлов Видно немало так называемых узких мест, которых водители в часы пик стараются избегать А знатоки города находят способы объезда, но есть дороги, объехать которые весьма сложно Обычный будний день, 8 часов утра, чтобы добраться сюда, многим водителям пришлось уже пару-тройку раз постоять в пробках Город разрастается, а вот дорог в Старом Видном по объективным причинам больше не становится И здесь, на Старой Нагорной улице водителям приходится вновь существенно снизить скорость Есть мнение, что лежачие полицейские необходимо попросту деинсталлировать и восстановить нормальное движение Но водители, с которыми мы поговорили, с этим не согласны Многие говорят, что нужно убрать вот этих лежачих полицейских Так их только сделали, да нет, они нужны здесь, ну пробка пробкой, но нужны они Машин много же Машин много, а полицейские при чем здесь? Здесь такое место, они обязательно нужны Можно не убирать перед зеброй именно, а за зеброй уже, конечно, чтобы человек ускорялся, быстрее начинал ехать, можно и убрать на самом деле А перед тем, чтобы он останавливался перед зеброй, конечно, нужны какие-то препятствия Обычно лежачие полицейские не доставляют особых хлопот, но не в этом случае Увы, но и повод для их установки был серьезный В 2015 году там погиб ребенок несовершеннолетний в возрасте трех лет В связи с этим было принято решение положить там два лежачих полицейских перед пешеходными переходами с обеих сторон Возможна альтернатива светофора с вызывной кнопкой для пешеходов Другой альтернативы, к сожалению, мы пока не видим Процедура довольно-таки дорогостоящая и трудоемкая, потому что светофорный объект требует немало усилий по его установке и подключению, ну, так сказать, эксплуатации Поэтому, как говорится, если администрация района выделяет средства и соглашается на его установку, то мы будем не против Действительно, светофор с вызывной кнопкой мог бы стать выходом из ситуации Тем более, что пешеходное движение в этом месте не очень интенсивное Но и здесь все не так просто Мы неоднократно выезжали на данный участок совместно с МБУДУР, с сервисом сотрудниками ГИБДД И, прежде чем данных выездов, было установлено, что светофорный объект при существующем расположении пешеходного перехода технически установить невозможно, потому что он будет препятствовать выезду из дворовой территории поселка Ленинский То есть необходимо переносить пешеходный переход На текущий год данные мероприятия не предусмотрены, в весенний-летний период 2020 года мы будем дополнительно прорабатывать эту возможность, потому что пешеходному переходу это не просто разметку перерисовать, а нужно обеспечить подходы в виде тротуаров Иными словами, требуется полностью изменить существующие элементы дорожной сети Дело это кропотливое, требующее времени и весьма недешевое Возможно, решение проблемы находится на другом конце города Видное Там строится выезд из шестого микрорайона Он призван разгрузить дорожное движение в городе Должно произойти это и здесь, на Старой Нагорной улице Максим Козлов, Сергей Ларин, Видное ТВ Продолжаются работы по благоустройству на территории около кинотеатра «Искра» С целью контроля на месте был развернут строительный штаб, заседание которого проходит еженедельно Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга Глава Ленинского района Валерий Венцель держит проведение реконструкции центральной части города Видное на личном контроле Еженедельно на месте проходит заседание штаба по строительству В начале встречи ответственный за объект Кирилл Балабанов отчитался о проделанных за неделю работах Выполнить обустройство детской площадки с установкой МАФ до 14-го МАФы на данный момент завезены Работы по подготовке Мы как генподрядчик начали выполнять самостоятельно с вчерашнего дня К 14-му будет готово Одним из важных вопросов стала готовность пешеходной зоны к 14-му сентября Когда будет отмечаться 90-летие Ленинского района Мы просто чуть потихонечку должны периметр стройки сдвигать То есть мы сделали, чтобы это было нормально по-человечески День города, день района, миграция большая Наша задача, чтобы много людей из этой части города перешли на стадион Металлург Поэтому нам нужны все тротуарные зоны Строители пообещали, что к празднику все тротуары будут готовы После совещания глава вместе с представителями штаба оценил ход проведения работ Они осмотрели, в каком состоянии находится Тимоховский пруд, который в настоящее время осушили для очистки Также обратили внимание на то, каким способом будет засеян газон на склонах Про гидропосев говорили, да, это будет хорошее решение сделать посев таким способом Почему газон цветущий и высокая разнотравия? Потому что на склонах его тяжело будет косить, поэтому было принято такое решение Глава посетил мемориальную зону Аллеи Славы Проинспектировал будущий фонтан возле детской площадки И отдельно остановился в точке, где будут сосредоточены спортивные объекты Так называемая полусфера, один из элементов будущего скейт-парка, не имеет аналогов в России Компания, занимающаяся строительством, берет на себя его дальнейшую эксплуатацию Будут правила поведения, мы посотрудничаем с местными спортивными организациями Более того, мы сотрудничаем с Федерацией скейтбординга России Они уже сейчас хотят провести здесь чемпионат России среди девочек Полностью завершить реконструкцию всей территории планируется до конца октября Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ На Москве-реке рядом с деревней Дроздова состоялся профилактический рейд сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам, ВОЗ Вода и МЧС России Они информировали отдыхающих о правилах поведения на воде и прибрежной части Узнал о мерах безопасности и наш корреспондент Арсений Рогозянский В этой короткой памятке содержатся меры безопасности на водных объектах в летний период И пусть сезон уже заканчивается, эти правила важны знать каждому, чтобы обезопасить свой отдых Будем раздавать памятки отдыхающим, потому что здесь периодически, регулярно отдыхают люди на воде Здесь, конечно, купаться запрещено, но они купаются Мы понимаем, что люди могут быть и в нетрезвом виде, и на лодках плавать Это, конечно, опасно, нужно их об этом информировать Сотрудники ГИМС, ВОЗ Вода и МЧС России совершили объезд по реке И буквально сразу был замечен первый отдыхающий на моторной лодке Дмитрий Муров водит катер уже давно и о правилах поведения на воде никогда не забывает Безопасность на воде и везти на здоровый образ жизни Безопасность на воде превыше всего, однако люди об этом часто забывают Жилет спасает жизни многих отдыхающих И сотрудники ГИМС решили напомнить им о главном, о безопасности Обязательно судно должно быть или лодка укомплектована всякими спасательными средствами, жилеты Люди обязательно должны находиться в жилетах По статистике, за этот год в водоемах района не утонул ни один человек Во многом благодаря тому, что профилактические беседы с отдыхающими регулярно проводятся в учреждениях муниципалитета Сотрудники ВОЗ Вода совместно с МЧС, с ГОЧС Ленинского района проводят обучающие семинары в школах Также работа ведется в зимний период с рыбаками, с подледными, кто выходит на лед, люди с отдыхающими Выбираясь на рыбалку, дело не обходится без костров Свежевыловленная рыба сразу идет на наваристую уху Или же любители искупаться разводят огонь, чтобы согреться В профилактической работе с отдыхающими принимал участие инспектор надзорной деятельности в области пожарной безопасности МЧС России Иван Рыбенков Который напомнил правила обращения с огнем на природе Помимо этого он рассказал о том, что в следующем году здесь появится необходимое для сотрудников МЧС сооружение Конкретно на данном месте в следующем году силами администрации Ленинского района будет организован пожарный пирс для обеспечения пожарных подразделений в целях тушения пожара К поездкам на моторных лодках и купанию всегда нужно подходить ответственно Порой даже те, кто умеет плавать, может пострадать из-за собственной беспечности и незнания правил безопасности Такие рейды позволяют отдыхающим еще раз вспомнить об осторожности на водоемах Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ Операция засада проводится с целью выявить нарушителей, которые выбрасывают крупногабаритный мусор Раз в неделю специалисты управления ЖКХ муниципальной администрацией, сотрудники Госадомтехнадзора и полиции отслеживают тех, кто вопреки закону оставляет на контейнерных площадках ненужную мебель и строительный мусор Так, в последнем рейде было выявлено 4 нарушителя Трое хотели выбросить мусор на улице Черняховского и один человек на первом Калиновском проезде Каждый был оштрафован на 5000 рублей С 1 января 2019 года в частном секторе существует тариф 6 рублей 35 копеек, в который не входит крупногабаритный мусор И жители, прежде чем выкинуть диван, холодильник, строительные материалы, доски, они должны заказать бункер Они не могут просто прийти и положить это на контейнерную площадку Для жителей многоквартирных домов немного другие правила, так как в тарифе уже заложен вывоз крупногабаритного мусора На контейнерную площадку они могут вынести холодильник, диван, старую мебель Но строительный мусор на контейнерную площадку они не могут вынести Для строительного мусора необходимо заказать бункер, либо свою управляющую компанию, либо у регионального оператора напрямую В администрации муниципалитета предупреждают, операция засада будет проводиться регулярно Всем нарушителям будут выписаны штрафы Продолжаем знакомить вас с проектами, поданными на соискание премий «Наша Подмосковья» жителями Ленинского округа Нашу сегодняшнюю героиню, пожалуй, знают многие, кто когда-либо нуждался в помощи У Светланы Лобановой, которая более 20 лет занимается волонтерской и благотворительной деятельностью Мы поинтересовались, почему она решила участвовать в конкурсе И как успевает делать столько добра ежедневно Волонтер по призванию, медсестра и массажист по профессии Она не отказывает никому и сама находится в постоянном поиске тех, кто нуждается в ее участии Светлана Лобанова уже более 20 лет занимается благотворительной деятельностью Хотя бескорыстно делать добро людям начала еще в детстве Повзрослев, Светлана выучилась на медсестру и стала работать в отделении реанимации Там тоже помогала пациентам, как могла Носила домашние бульоны, вязала носки, а затем пошла на курсы массажа Взяла себе пол улицы своей и всем написала на дверце Приходите, дверь для вас открыта, буду делать всем массаж И ко мне ходила вся улица Но я не брала денег, все приносили мне кто яблоки, кто груши, кто банки закручивающие У нас было очень много всего И эти все банки я раздавала бабушкам, которые оставались одни, ветеранам Помогает она и руководителю театральной студии школы номер 7 Андрею Коршунову Ему в связи с заболеванием в последнее время тяжело ходить Светлана, мне кажется, это человек, который живет вот с этим девизом Спешите делать добро И она приходит к тем людям, которые нуждаются в этой милосердии И это милосердие дает Светлана вместе с другими волонтерами собирает гуманитарную помощь и помогает нуждающимся Именно соратники и друзья уговорили ее участвовать в премии «Наша Подмосковья» с проектом «Что ты оставишь после себя» В случае победы Светлана уже решила, что сделает с премией Я знаю, у меня цель И еще у меня есть одна девочка, которая 10 лет получила инсульт Во время конфликта в Донецке Светлана собирала гуманитарную помощь пострадавшим семьям Так и познакомилась с Оксаной Бега Они с дочкой в 2014 году приехали из Донецкой области, спасаясь от постоянных бомбежек Нам негде было жить, у нас не было денег И Светлана предложила нам пожить у нее Мы некоторое время прожили у нее, пока немножко здесь не стали, не окрепли Впор помогает нам, чем может, тем и помогает И продуктами, и вещами, и деньгами Через все это нам помогает, дает нам обувь, нам вещи всякие Как раз для школы, которая вещи понадобилась, она нам дала делать Мне массаж для зрения, а она мне, допустим, делает массаж, а потом зрение улучшается Наша героиня также оплатила дорогостоящие лечения Оксаны, чем буквально спасла ей жизнь Деятельность Светланы Лобановой настолько вдохновила женщину, что теперь они помогают людям вместе Семья Арины Кутилиной тоже не первый год знает нашу героиню Светлана помогает всей ее семье, а мужа буквально поставила на ноги Она сказала, приводи, я его вылечу И вот два года она им занимается, и муж у меня ходит сейчас, здоровый человек В плотном графике Светланы Лобановой на отдых выделено всего 4 часа в сутки Все остальное время она отдает благотворительности За год она сделала 900 бесплатных массажей Из них 183 человека получают также от нее гуманитарную помощь Она помогает не только видновчанам, но и жителям других регионов России И останавливаться на достигнутом не собирается Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ И это все новости на сегодня С вами была Екатерина Борисова До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok